Любая карьера, самая эфирическая, она все равно имеет какие-то проблемные точки, проблемные периоды. И вот если человек владеет основами философии, психологии, то ему легче преодолеть эти проблемы. Если он замкнут только в шахматах и больше ни в чем, то тогда любая проблема может стать кардинальной, может стать просто проблемой на всю жизнь. Анатолий Евгеньевич, спасибо за то, что нашли время с нами встретиться. Добрый день. Вы великий шахматист, 12-й чемпион мира, на вашем счету огромное количество побед. Но помимо ваших достижений в мире шахмат, вы еще ведете большую общественную деятельность, поддерживаете важные инициативы. Также вы сын, муж, отец, друг, коллега. И сегодня хотелось бы поговорить об этой стороне вашей жизни. Вы являетесь президентом фестиваля «Российские культурные сезоны». Расскажите, пожалуйста, об этом. Это интересная идея родилась уже достаточно давно. Со Швейцарией мы начали работать четыре года назад, если мне не помню. Причем первый адрес у нас и первая идея возникла по поводу Женевы. Почему Женевы? Потому что я на долгие годы работал с ЮНИСЕФ, с Организацией Админных Наций, был послом Доброй Воли в ЮНИСЕФ. Штаб-квартира здесь, много ООНовских организаций здесь. Мне было это как-то более знакомо. Я считал, что это замечательная точка приложения Василий. Не так просто начать. И вот мы встретились с послом в Швейцарии, в Москве. Ведем разговор. Это, если мне память не изменяет, в конце января было. Ведем разговор. И он поначалу так осторожно, естественно, относится ко всему. Потом, когда понял суть программы, говорит, да, но, знаете, хорошо было бы, вот через два года мы празднуем 200 лет установления дипломатических отношений Швейцарии и России, вот хорошо было бы в этот год начать. В 2014 год? В 2014. Я говорю, господин посол, мы вообще собираемся в этом году. Он говорит, как в этом году? Ну, как, сейчас январь, но в июне мы хотели бы уже, уже, ну, какие-то первые действия провести. Он говорит, ну, это невозможно сделать. Это очень, очень быстро и очень близко. Я говорю, ну, вот мы и пришли к вам за тем, чтобы вы нам оказали содействие в контактах, а вообще мы нацелены на июнь. Он говорит, ну, я, да, я помогу, как могу, но я не верю, что так можно сделать. Ну, мы сделали. Вот, и после того, как все прошло успешно, он посол, замечательный этот человек, и так, так получилось, видимо, на удачу, что он и вообще рожден в кантоне в этом, в Женевском. Вот, и после того, как он увидел, что все получилось, все хорошо, замечательно и востребовано, вот он говорит, я вообще не верил, что это удастся. Я вообще таких групп не видел, которые могли бы так оперативно работать, поэтому с моей стороны полное содействие я буду оказывать. Вот все, что вы будете предлагать, я готов, готов все, что зависит от посольства, сделать. И действительно, в 2014 году мы уже задействовали, конечно, много территорий, кантонов, вот это была большая, замечательная программа в Швейцарии, в России, вот и фото выставки мы сделали, выступления коллективов, вот и, конечно, Юрий Пашмец, наш добрый друг, вот он активный участник наших программ, не только в Швейцарии, но и в России. И вот в следующем году будет отмечаться 300 лет установления дипотношений России и Бельгии, и у нас большая программа, которую мы начали уже сейчас. 20 октября был концерт Юрия Башмета в Большом кафедральном соборе в Антропене, кстати, таких концертов никогда не устраивали, вот это замечательное начало. В следующем году мы считаем, что будет немало таких интересных тогда выступлений, здесь и казаки, которых мы приглашаем, вот ансамбли казацкие замечательные, у нас есть в Липецкой области, в Краснодарском крае. А сейчас впервые мы привезли театр современной пьесы, театр школы современной пьесы. Это очень интересный, интересный творческий коллектив в Москве, он необычный, даже для России необычный, но и вообще. Мне кажется, что театр в России как-то даже более традиционный, нежели в других странах, он у нас сохранил какую-то историческую миссию, я бы сказал. И в России вроде большим интересом относятся к театрам, а мы вот эту нашу культуру пытаемся представить здесь. Я знаю, что вы любите театр, и вы могли бы рассказать, какие у вас любимые театральные постановки, режиссеры? Театр люблю уже долгое время, как я привязан к этому, практически знаю у всех ведущих актеров, режиссеров. Но в последнее время просто не хватает возможностей временных, поскольку графика у меня очень сложная, напряжённая, поэтому мне в театр легче выбраться в Швейцарии, чем в Москве. А вообще, когда-то, когда-то я очень дружил с актёрами в театре «На Таганке», просто когда я учился в Ленинграде, в нынешнем Санкт-Петербурге, то я одно время жил в семье полицей Мака, известная семья, и Маша полицей Мака, она в первом составе театра «На Таганке» была, и вот как-то через неё мы познакомились, и я практически веселку-то об театре «На Таганке» знал долгие годы, вот, и смотрел не раз, встречались и с Высоцким, и с Любимым встречались, вот, как-то, и вот-вот, наверное, это первое было, потом, потом с Самхатом активно достаточно поддерживали отношения Олега Фремова, вот, и у меня племеница моя, ну, там, профессионально выросла в этом театре, потому что ещё студентка, она участвовала в организации международных фестивалей драматурга Чехова, и Антона Павловича Чехова, который жил в Америке, вот, и там познакомилась с Савиом Ефремовым, вот, и он предложил ей должность пресс-атташе театра Пхатовского, вот, и потом она стала, вообще, вот, всю эту часть возглавлять редакционно, публицистическую, я вот сказал, да, и долгое время работала там, вот, естественно, когда она работала, то ещё были, естественно, контакты были, ну, и вообще, московские театры, и театр эстрады, ну, собственно, шахматы связаны с театрами, потому что... А вот расскажите, пожалуйста, о том... Мы играли в театре эстрады, я фактически стал, стал чемпионом мира, потому что последняя партия моего матча с Каличным, который фактически был матчем за первенство мира, вот, последняя партия состоялась в театре эстрады, но вообще театр эстрады долгие годы был основной базой шахматных крупнейших соревнований, и матчи на первенство мира, основные партии проходили в театре эстрады, там играли Ботвинник с Талин, Ботвинник с Петросяном, Петросян со Спасским, два матча. Ну, и я уже в 66-м году, будучи молодым шахматистом, я как бы уже подключился к этому, театр эстрады я знал, а потом в 74-м году я сам оказался на сцене, вот, и последняя партия игралась там, в театре эстрады. Но у нас, у нас, как бы, опорные точки какие были в Москве? Колонны зал Дома Союзов, театр эстрады, Дом литераторов и зал Чайковского на площади Маяковского, и сейчас Триумфальная площадь. Вот, пожалуй, эти четыре основные, не говоря о Шапану клубе на Голгородском бульваре, ну, это как бы традиционное место. Интересно, то есть на сцене вам приходилось бывать и не раз? Ну, как я шутил в своё время, что в колонном зале я был больше ближний, поскольку я был на многих официальных мероприятиях в колонном зале, а помимо этого у меня ещё была сольная программа, то есть матчи, там, скажем, с Кричным, мы играли много партий в колонном зале, потом с Каспаровым, несколько матчей, так что вот это место было шахматистами обхожено. Важно ли хорошему шахматисту быть разносторонней, развитой личностью? И если да, как это помогает? Ну, эти разные взгляды есть. Я придерживаюсь той позиции, которую занимал и которую нам фактически вложил нам, молодым шахматистам, Михаил Моисеевич Ботвинник. Он считал, что шахматисту, который претендует на звание чемпиона мира, нужно мельсестороннее и высшее образование, потому что формирование личности и широта взглядов позволяют, во-первых, находить какие-то решения в шахматах, не конкретно в какой-то позиции и в отдельной партии, но посмотреть со стороны, наверное, более интересно подготовить программу тренировок, посмотреть на соперника с разных сторон. И, собственно, я попал в первый набор школы Ботвинника в 1963 году. Нас тогда пригласили семь талантливых молодых шахматистов из разных российских городов. Почему российских? Потому что Ботвинник эту школу создал на базе общества труд, а общество труд – это было всероссийское спортивное общество. Скажем, «Спартак» был всесоюзным, «Динамо» тоже всесоюзное, «ЦСК» всесоюзное, а вот труд – российское общество, потому что там, скажем, были… Какие же? В Узбекистане, по-моему, он у них надбыл, в Казахстане своё, в Киргизии, по-моему, «Алга» – это аналог труда, на Украине «Авангард» – это труд. Так что, поэтому в рамках этого общества были только российские ребята талантливые, набор очень сильный. И вот тогда Ботвинник с нами, естественно, общался, лекции читал. Ну и как-то он научил мне относиться к шахматам очень серьёзно. Я не могу сказать, что много шахматных секретов я причерпнул от него, но вот подход к шахматам серьёзный и как построить подготовку – вот это я взял Ботвинник. Но, к сожалению, сейчас с приходом компьютеров и с облегчением доступа к информации немножко тренды поменялись. В общем, сейчас на самом верху не так много шахматистов, которые имеют высшее образование, что мне вообще печально. Причём я говорю, что когда я вот становился гроссминистром, когда я стал чемпионом мира, то среди 30-40 ведущих шахматистов мира по пальцам одной руки можно было пересчитать гроссмейстеров, которые не имеют высшего образования. А сейчас мне думается, что на пальцах одной руки мы только можем посчитать гроссмейстеров, которые имеют высшее образование. Вот такое изменение произошло, кардинально не очень приятное начало. Ну и для мира, я думаю. Потому что мы говорим просто о интересной жизни, о творческом подходе к своему делу. Что бы мы ни делали. Что бы мы ни делали. Просто о жизни. Ну просто, понимаете, даже любая карьера, самая эферическая, она всё равно имеет какие-то проблемные точки, проблемные периоды. И вот если человек владеет основанной философией, психологией, то ему легче преодолеть эти проблемы. Если он замкнут только в шахматах и больше ни в чём, то тогда любая проблема может стать кардинальной, может стать просто проблемой на всю жизнь. Чего бы ни хотелось. Таланты теряют только из-за того, что они не оточены, и от того, что просто они слишком узконаправлены. То есть образование даже как-то готовит человека к жизни, к трудностям. Конечно, конечно. Хотелось бы немного поговорить о вашем детстве. Венгерский психолог и педагог Ласкла Пулгар, с которым мне довелось общаться, дал миру трёх великих шахматисток. Сюзан, Софию и Юдит. Таким образом он попытался доказать, что гениями не рождаются, гениями становятся. Вы согласитесь с этим? Нет, ну, в семье было везение, что действительно все три девочки имели талант в шахматах, который был усилен. Усилен и отцом, и матерью. То есть это уникальная семья. Но то, что Юль Пулгар, исключительная шахматистка, это понятно. То, что Сюзан стал чемпионкой мира. И София играла очень неплохо, и она и с мужчинами-газмейстерами играла на рамках. Ну, помните, как один из первых турниров, вокруг которых она применала участие в «Виталий Гримм», по-моему, на «Блестящего» играла турнир. Но это редкость огромная. Хотя в Индии, по-моему, были сёстры Кадюлкар, если мне память не изменяет, тоже на хорошем уровне. Но у нас сёстры Косинцевы в Архангельске тоже семья для шахматной традиции. Из семьи много идёт. Из семьи много идёт, да. Если родители уделяют внимание, если они заинтересовали с детства, то появляются вот такие уникальные результаты. Но на фоне всех остальных, конечно, на три сестры и в полгорода это явление уникальное историческое. В чём заключался талант ваших родителей в воспитании вас как личности? И какую роль они сыграли в состоянии вас как выдающегося шахматиста? Так получилось, что я к шахматам как бы прикоснулся благодаря отцу, поскольку он никогда не играл в соревнованиях, но шахматы очень любил. И когда у него возникали возможности поиграть с друзьями, то на таких дружеских встречах было, что женщины уединялись своими вопросами занимались, а мужчины играют в шахматы. И вот я наблюдал за игрой отца, и шахматы привлекли моё внимание. А дальше что получилось, что... Ну, наверное, генетически у меня просто память досталась от отца, больше, скорее всего. У него была уникальная память, но у него была такая техническая, промышленная память. Причём он был крупным инженером в области военной техники. И вот, скажем, если говорить о том, что характеризует память и уровень памяти моего отца, то инженеры или будущие инженеры все в ужасе от такой дисциплины, как сопромат. Да, вот, ему отец, промо, от знал вообще на ура. Вот, причём последние годы перед уходом на пенсию отец работал главным инженером на очень крупном предприятии, где больше 13 тысяч было инженеров и рабочих. Ну и вот представьте себе, что такие госстандарты были. Да, это, по-моему, если мне память не изменяет, набор цифр из 18, которым характеризовалась каждая деталь. Так вот, мой отец на память помнил госты всех деталей, с которыми соприкасалось производство. То, что они делали, или то, что они получали до сборки. А вот это совершенно невероятный объём памяти. Ну и я думаю, что у него память даже сильнее была, чем у меня. Но вот в шахматах память, конечно, нужна, хотя она не имеет главенствующей роли, как многие думают. Но шахматы память в том числе и развивают, и тренируют. Так вот, благодаря шахматам и, может быть, генетической памяти, мне очень легко давались предметы в школе. Что было абсолютно позитивно, потому что первые родители не знали же, что я стану чемпионом мира. Поэтому первые требования были хорошо учиться в школе. И поскольку занятия с шахматами никак не влияли на мои отличные оценки в школе, отличные оценки не уходили, хотя я мог играть, даже до ночи мог играть в шахматы, но всегда задания у меня были выполнены, контроль на меня писал. Но отлично. И поэтому как-то родители спокойно относились. Во-первых, они не препятствовали. Хотя есть разные отношения. Потому что есть опасения, что шахматы будут отнимать слишком много времени. Но я когда начинаю, скажем, преподавание шахмат в какой-то школе, а сейчас у нас в России в общеобразовательных школах, муниципальных школах шахматы серьезно представлены, вот на родительских собраниях, я говорю, не бойтесь, потому что дети, во-первых, иначе будут относиться ко времени, научатся планировать, ценить время. А потом быстро поймут, что для того, чтобы освободить время для шахматы, им надо не болтать на уроках, а слушать. И тогда дома поменьше будет работы. Поэтому то, что они потратят на шахматы, они сэкономят на том, что они будут иначе относиться к предметам в школе. Это, кстати, подтверждено во многих странах, и поэтому шахматы пошли в школьное обучение практически на всех континентах. Ну и потом, знаете, такая отвага была родителей, что они меня с малых лет стали отпускать с сопровождающими, отпускать из дома. В общем-то я в 7 лет я уже первый раз уехал из Златоуст в областной город Челябинск, а в 9 лет я уже впервые уехал с Урала, в общем, город Боровичи, это между Москвой и Ленинградом. Ну, как-то родители волновались, но тем не менее, вот они отпускали, отпускались с сопровождающим, никогда никаких эксцессов не было, поэтому я такой исторический путешественник, говорю, с 7 лет. Вот главная роль и задача родителей, на ваш взгляд, какая? Главная задача родителей, ну, не только родителей, я думаю, что и школы. Если нет очевидных каких-то проблем с развитием ребёнка, со здоровьем, то я считаю, что у каждого внутри где-то есть талант, но вот в каком направлении его развивать, в чём он. Это проблема вообще общества, и с этой проблемой сталкиваются все, как раз задача семьи и школы, показать, наверное, ребёнку как можно больше для того, чтобы его талант проявился, потому что никто, ни родитель не знает, ни сам ребёнок, ни школа. А если вы прикоснётесь, откроете вот разные стороны жизни, творчество, там, не знаю, культуры, науки, то вполне возможно, что у вас, по крайней мере, вероятность намного больше, что вы вот этот талант обнаружите. А дальше поддержать, дальше не препятствовать развитию этого и понять, что вот если даже вы хотите, чтобы, естественно, у меня потомственно, хотели, чтобы и сестра у меня стала инженером, вот, и работала на научной исследовательской институтах, вот, хотели, чтобы я тоже пошёл по этой линии, но когда я сказал, что вот у меня с шахматами технические специальности и профессии не очень сочетаются, ну, вот, я поначалу поступил на МИХМАТ в университете московском, потом переводился в Ленинградский университет и уже со знанием дела, уже будучи студентом, вот я мог оценить, наверное, иначе, уже советовался с преподавателями разных факультетов, я сначала хотел уйти на Ильяс, потом мне объяснили, что, в общем, если меня волнует филология, это одно, а если чисто знание языка, то можно выбрать, скажем, экономическую кибернетику, и там английский язык изучается на том же высочайшем уровне, что и на иностранном, ну, в культете иностранных языков, и в конечном итоге определился, вот, экономика, экономика с хорошим знанием на иностранном языке. То есть важно быть активным участником процесса, всё время процесса обучения, да, то есть и родителям, и школе, и самому ребёнку постоянно быть включённым в этот процесс, не ожидать, что кто-то... Нет, ну, главное, чтобы занятия не были в тяжести. Вот если вы находите такое у своего ребёнка, то это замечательно. Да, занятия требуют напряжения, да, требуют усилий, но это не в тягости. И хочется позаниматься, и даже когда свободное время, то всё равно возвращаешься к этому, к своему увлечению. Ну, и, конечно, большое счастье, когда профессия, которую выбрал жизнь, она является и хобби, то, что у меня получилось. Вот, шахматы и профессии, и хобби, лечение, и соревнования, и победы, какие-то редкие поражения. Всё это жизнь. А кого вы считаете своими главными учителями? У меня вообще тренера не было долгое время, вот, и можно сказать, что вот основы, скажем, понимания и отношения к шахматам заложил ботвинник, но, к сожалению, школа в том наборе существовала очень недолго. Поэтому я не могу сказать, что он основной шахматной учитель, хотя, конечно, очень важно было общение с ботвинником. А, наверное, если говорить о шахматах, то самый серьёзный вклад сделал Семён Абрамович Фурман. Мой тренер, тренер, даже, наверное, спарринг-партнёр. А потом вообще у нас возникли отношения, я считаю, своим вторым отцом в шахматах. Мы очень много работали, причём влияние было взаимное. Скажем, Фурман самых больших спортивных успехов своих добился как раз турнира, где мы играли вместе. Он вистяще играл в турнире в Ягославии в 75-м году, в 73-м году. Мы играли в Испании, в Мадриде и боролись за первое место, хотя я уже был, наверное, среднее. Но ему очень важен был психологический климат. И когда мы выезжали вместе, то Семён Абрамович как-то раскрепощался и играл намного лучше, нежели без меня. Получилось такое вот взаимное воздействие. Ваш рост в шахматах был необыкновенно стремительным. В 19 лет вы стали самым молодым гроссмейстером мира. Это означало колоссальные ежедневные нагрузки. Что вам помогало справляться с ними? Ну, опять-таки, знание секретов подготовки и ключ, который нам дал Батвинник. Вот он утверждал, и я на тех позициях остаюсь и тоже настаиваю, чтобы шахматисты, шахматисты помимо конкретных шахматных занятий, ещё занимались и уделяли большое внимание своей физической подготовке и здоровью. потому что на шахматы требуют концентрации, причём максимальной концентрации 5-6, иногда 7 часов. Если у тебя проблемы со здоровьем, то невозможно выдержать нагрузки. Шахматные выдерживают только самые сильные, поэтому я не могу сказать, что я достиг каких-то больших высот в других видах спорта. Но для себя я занимался лыжами, плаванием, потом теннисом большим, немножко баскетболом, гимнастикой, то есть всесторонним. Единственное, тяжёлой атлетикой не занимался никогда, но, видимо, по своим возможностям. А остальные виды спорта были всегда мне близки, и я периодически обращался то к одному, то к другому. Каждый день, вот когда я уже вышел на этот уровень, как вы сейчас сказали, красмейстерский, то во время тренировочных сборов я как минимум один час уделял спортивной подготовке, а бывало, что и два в день, каждый день. 1975 год, вы становитесь чемпионом мира по шахматам, и теперь на вас возлагает надежда страна. Как вы справлялись с таким психологическим давлением? Старался недоутелся. Потому что если начинаешь всё время вспоминать, что страна ждёт, что масса болельщиков, то просто задавишь свою психику, свою нервную систему, и ничего не сможешь сделать. Поэтому я старался отключиться и вообще не думать о важности, о необходимости. Главное, настраивался я на то, чтобы раскрыть все свои возможности и попадать лучшее, на что я способен. Собственно, это работало. Это работало, и поэтому я много играл, и у меня самое большое количество побед в международных соревнованиях. причём такой значительный разрыв между мной и всеми другими в истории шахматов. Десятки турниров. Помимо профессиональных знаний и навыков, что ещё необходимо талантливым шахматистам для достижения успехов? Ну, от себеустремленности говорить не будем, но работоспособность, конечно. Работоспособность, в общем-то, скажем, во время матча на первенство меры, ну, раньше у нас доигрывания были, партии откладывались, поэтому подразумевалась ночная работа. То есть вообще меня шахмат научили тому, что, во-первых, за меня никто работ не сделает. Я должен... Та работа, которая необходима, я должен её исполнить сам. Вот. Нельзя её перепоручить никому. Во-вторых, шахматами меня научили по-особному относиться и к свободному времени, и к выходным дням. То есть если требуется решать какие-то задачи, то меня, кстати, в моих организациях не всегда, скажем, рады видеть, потому что если я понимаю, что мы не успеваем, то я прошу сотрудников приходить в субботу и воскресенье не работать. А если я вижу, что всё, мы укладываемся и так размеренно можем подойти к какому-то событию, то всё в порядке. А если не укладываемся, если что-то в организации не происходит, то тогда давайте работать в субботу и воскресенье. Причём я это делаю без проблем. Даже когда нет необходимости как-то... Вот целый день ничего не делать или отдыхать у меня не получается. Всё равно я понимаю, что на следующей неделе какие-то есть вопросы, которые нужно решать, так что я спокойненько могу и в воскресенье сесть и поработать по документам для того, чтобы полегче было на неделе. А как вы думаете, Анатолий Евгеньевич, если бы вы не стали великим шахматистом, какую бы другую профессию вы исправили в жизни? Я не знаю, у меня вообще много было интересных увлечений. Я любил географию, историю. Ну, в математике я был силён, в физике. Физику знал неплохо, но в физике был послабее. Вот, наверное, три основных... Ну, и литература. Ну, не думал, что я стал писателем, или литературой дедом, но историком, географом, или математикой, или экономикой, конечно, на то, чем я, собственно, и занимался. Как вы относитесь к компромиссам, и в каких случаях вы считаете они неизбежны? Ну, если компромисс не касается каких-то принципиальных состояний, если, скажем, готовность компромисса не влияет на достижение какой-то цели, то тогда они возможны. А если они не препятствуют достижению цели, то тогда они просто не возможны. Сегодня молодёжь значительно меньше читает художественную литературу и много времени проводит в интернете, откуда она черпает огромное количество информации. Как вы к этому относитесь, и какое место книга занимает в вашей семье и в вашей жизни? Я только к этому отношусь с предубеждением и с какой-то опаской, потому что вообще я считаю, что восприятие человека совершенно различно, когда он работает с компьютером, монитором, следит за бегущей строкой, или он берёт руки к нему. Наверное, другие центры включаются, и если человек читает книгу, то он развивается, мне кажется, вполне шире, и фантазия развивается. Компьютер это сужает, поэтому я абсолютно убеждён, что человеку нужно читать. Другое дело, если вам нужно поймать какую-то информацию срочно, да, тогда вы берёте компьютер, тогда вы занимаетесь с ним. А если у вас есть какое-то время, я вот всем своим ученикам в шахматах говорю о том, что вы играете за реальной доской, вы не играете с компьютером. Вот поэтому, когда вы готовитесь, даже вы ищите информацию, замечательно, компьютер помогает вам быстрее её найти. Но ставьте реальную доску и реальную позицию на реальной доске. и поначалу пытайтесь сами решить вопрос, продумать. Это просто даёт вам возможность прогрессировать. Но, к сожалению, тренд такой, что большинство шахматистов не понимают, что, скажем, есть какие-то позиции неясные. Но вместо того, чтобы самому подумать, определиться с возможными планами, с сильнейшими продолжениями, вот первое, что сейчас я вижу, даже на уровне гроссмейстеров, а что там нам подскажет программа, что компьютер, давай посмотрим, потом посмотрим, давай сначала подумаем, а потом будем смотреть. Компьютерные шахматы, плюсы и минусы, на ваш взгляд? Вот об одном минусе я сказал. Это очень большой нить, я считаю, а плюсы, шахматисты намного быстрее могут получить информацию, вот, и может быть, поэтому шахматы помолодели, что если раньше, я там, скажем, должен был сам находить партии, каким-то образом их обрабатывать, вот, сейчас все это делает программа, и проблем никаких нет, то есть, вы берете тот же компьютер, приноходите, он находит для вас необходимую информацию, и это, это и хорошо, и плохо. Вы ведете большую общественную деятельность в сфере экологии, расскажите, пожалуйста, немного об этом. Очень давно я стал этим заниматься, вот, и, в каком, в 82-м году я стал председателем Советского фонда мира, тогда председатель правления Советского фонда мира, должностного, сейчас президент Международной ассоциации фондов мира, ну, и как-то вот через эту деятельность миротворческую мы оказались и в экологии, я был в очень хороших отношениях с Залыгином, известный эколог, известный писатель, главный редактор, по-моему, журнал «Москва» у них был, вот, и в 89-м году мы с ним пришли к выводу, что в Советском Союзе не было экологических журналов, вот, и привлекая ресурсы фонда мира, и научные ресурсы Залыгина, а он возглавлял ассоциацию экологическую Советского Союза, вместе с ЭПН мы стали выпускать первый замечательный журнал экологический, чисто экологической направленности под названием ЭКОС, вот, и он выходил, выходил достаточно долго, лет, наверное, семь, вот, но потом Сергей Павлович стал сложнее участвовать, и как-то и процессы пошли в другие, Советский Союз распался, вот, и фонды мира меньше возможностей стало, и как-то и агентство печати новости тоже занималось уже другим вопросом, поэтому журнал прекратил выходить, журнал прекратил выходить, но долгие годы мы, в общем-то, проводили серьезную работу, а поскольку миротворческая деятельность предполагала и работу с людьми, которые попали в тяжелую ситуацию, то мы стали заниматься и оказанием помощи чернобыльцам, вот, в этом году мы отметили эту печальную дату, 30 лет чернобыльской трагедии, я этими вопросами стал заниматься на второй день после аварии, потому что у нас была комиссия содействия фонда мира, вот, и пока еще руководство, даже руководство, может быть, не знало всех масштабов этой трагедии, а когда узнал, кто пытался замалчивать, но мы от людей, которые работали с фондом мира, мы от них узнали сразу, поэтому первое решение о выделении помощи и об участии фонда мира мы приняли буквально 26-го, авария была, значит, 29-го апреля фонд мира активно включился в указание помощи пострадавшему чернобыльской аварией, потом землетрясение в Армении, кстати, первый спасательный отряд был создан силами активов фонда мира и экипировку мы самую современную закупили, когда создавалось МЧС, который возглавил Шайгу, то вот первый отряд, первая боевая единица у него оказалась именно подарок фонда мира, мы передали этот отряд в МЧС со всей экипировкой оборудованием, которое у нас было, в общем, хорошие идеи были, ну, а сейчас одна из наших инициатив, ну, это не фонда мира, о Зелёной России, три года назад я зарегистрировал российскую общественную организацию Зелёная Россия, и вот мы проводим сейчас программу Лес Победы, это в память о тех, кто погиб во время Второй мировой войны из всех народов Советского Союза, вот, а встречная инициатива в Воронеже год назад прозвучало, что почему в память только тех, кто погиб, в общем, время идёт и уже мало остаётся тех, кто участвовал, давайте мы вообще всех, кто участвовал в военных действиях, ну, и, конечно, тех, кто погиб, ну, и таким образом, сейчас мы уже высадили больше 15 миллионов деревьев по России, а всего будет где-то 27-28 миллионов. что по-вашему необходимо сделать, чтобы вернуть шахматам былую популярность? Я думаю, что мы этого не сможем сделать. Шахматы в своё время достигли максимума, и жалко, что мы не удержали максимум, мы даже близко не удержались, но сейчас популярность возвращается, потому что шахматы найдут школьное обучение, и я думаю, что интернет даёт возможность как раз развивать массовые шахматы, и это единственное, что может вернуть былую популярность. Мы очень надеемся на то, что она вернётся, а вам мы желаем всего самого доброго и большое вам спасибо за всё, что вы делаете, за все проекты, инициативы и вашу общественную деятельность, которую вы ведёте. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»